добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о наделении идентичностью сегодня я хотел бы поговорить о разрыве пропасти между подлинным внутренним и наличным я то есть тем что мы проявляем в эту жизнь я в прошлой программе говорил что наше внутреннее истинное подлинное я не проявляется во всей полноте в мир потому что мы побаиваемся быть открытыми побаиваемся говорить и проявлять себя в полной мере потому что получим отверженность получим непонимание можем просто по морде получить так вот пропасть между нашими вот этими двумя я нашими двумя эго она делает на знаете такими партизанами мы постоянно находимся в состоянии вот знаете такого контроля когда мы контролируем себя думаю а стоит ли говорить вот это вот в этом обществе а стоит ли проявлять себя вот в этом обществе именно таким образом может быть лучше промолчать и многие кстати люди принимают решение не вы не выпендриваться просто тихо себя отсидеться от молчатся там и так далее хороший пример знаете такие родительские собрания когда тебя полтора часа маринуют такими административными вещами а потом сажину теперь скажите ваше мнение все понимают что надо промолчать потому что когда вас спрашивают вы скажите ваше мнение это значит что это просто протокольная строка ваше мнение никто не спрашивает и мы привыкли к этому но наше подлинное я она требует свободы потому что человек существо сотворенное богом с внутренней потребностью самовыражаться и наличное я то есть то что мы преподносим то что мы давайте так вытаскиваем из себя это вот восполнение что ли этой потребности и когда мы не можем во всей полноте себя проявить мы не можем высказаться мы не можем показать мы не можем поступить таким образом как мы хотим я сейчас хотел бы чтобы вы не думали о каких-то негативных вещах там моральности и так далее нет я говорю не об этом мы подавляем себя мы подавляем инициативу мы подавляем свои лидерские качества и мы подавляем или давайте так мы перекрываем ту дорогу которая ведет нас к счастью и вот это вот невозможность самовыражения ограниченность самовыражений я не хочу говорить сегодня причинах там почему это происходит как это развивается не в этом суть но хочу немножко коснуться того что наверное это одна из самых ключевых задач сегодня папы когда мы говорим о наделении идентичностью в том чтобы позволить нашему ребенку вот с его вот таким вот огромным внутренним потенциалом не превратиться вот в это скукоженное существо через 15-20 лет который боится произнести даже банально какую-нибудь фразу дайте детям возможность быть свободными в самовыражении если он хочет не знаю там петь пусть он поет все он хочет что-то рисовать ну конечно не на обоих и на стенах позвольте ему это делать я много раз встречал мам которые на подавляли детей потому что дети мешали потом после детей надо там уборку делать и они предпочтут посадить его в манеж закидать пластмассовыми китайскими игрушками где фантазия опять же скукоживается смотрите наша задача первое увидеть вот этот огромный потенциал ребенка и второе чтобы этот потенциал с годами не уменьшался понимаете он не становился меньше он становится меньше потому что ребенок например я не знаю спел и вы говорите да хоть и орать и так что песня 4 вопиш как дохлая жаба или твой ребенок нарисовал что-то я хорошо помню один эпизод девочка рисовала здесь у нас во дворе офиса проходят дворовые игры одна из частей это конкурс рисунки нарисуй папу получи конфетов и дети рисуют с удовольствием у нас на сайте можете посмотреть на это творчество и одна девочка маленькая года четыре нарисовала папу и там такой папа с такой головой такое тело у него такие вот руки и руки ладони как голова и он такой ну реально но на человека даже не похож и мама когда увидела сказал что ты нарисовала что это за уродство что это такое скомкало и выкинула девочка расплакалась и пришлось успокаивать я подумал вот о чем она больше никогда не будет это делать потом знаете я заметил еще более плохую вещь мама отвела эту девочку и начала ей что-то говорить я краем уха услышал фразу ты меня позоришь ну потому что было много людей это еще больше скукожило вот это самовыражение девочки и так друзья если вы хотите чтобы ваши дети они не имели вот это разрыва между подлинным и наличным я позволяйте им самореализоваться пусть они нарисуют урода но не говорите ему о том что это полный отстой похвалить его ты умеешь рисовать ты да похвалить его хотя бы за то что этот ребенок нашел себе смелость нарисовать рисунок и